Встречать гостей со всей России в Самаре начали еще накануне чемпионата. Спортсмены к разъездам и гостиничным условиям привыкшие, а вот к погодным многим из них пришлось приспосабливаться. На родине Василия Румянцева в Якутии. Сейчас 40-градусные морозы и разница во времени с Самарой в 7 часов. Говорит, непривычно в феврале ходить по улице в кроссовках. Но больше всего поразил климат психологический и гостеприимство самарцев. С аэропорта выехали, сразу там плакаты висят. Но приветствуем гостей чемпионата в России. Такого раньше не видел. Тренировки у теннисистов начались, едва ребята успели отдохнуть. Одна из сильнейших спортсменок, участница национальной сборной Марии Долгих в настольный теннис играет 20 лет. Сейчас ей 27. Признается, борьба предстоит нелегкая. На чемпионате много юных, сильных игроков. В Самаре именно есть молодые девочки, очень перспективные. Они все входят в состав национальной юниорской сборной. И с ними, естественно, надо бороться, потому что они составляют очень большую конкуренцию. И молодое поколение сейчас очень даже прибавило. Чтобы участники чувствовали себя как дома и ничего не могло помешать честной игре, столы, мячи и даже покрытие на пол должны соответствовать международным стандартам. Организаторы позаботились и о том, чтобы у спортсменов всегда была возможность размяться. На втором этаже есть еще два зала разминочные, где стоят еще по три стола с таким же половым покрытием и такого же качества столы. Это разминочные столы. Потому что, когда будет идти основная часть соревнований, у нас столы все восемь будут заняты. А спортсменам, все равно, надо где-то разминаться еще и готовиться. На соревнованиях игрокам предстоят командные турниры и личное первенство. На судейском брифинге тренерам подробно рассказали правила чемпионата и порядок проведения спортивных встреч. Когда все организационные вопросы были решены, настало время долгожданной жеребьевки. Результаты удовлетворили всех. Судя по настроению тренеров, все без исключения команды нацелены на победу. Мы в восьмерке, 70, нормальный, считаю, посев. Все команды сильные, то есть нужно играть, завтра настраиваться на игры. Мы первый тур пропускаем, вторую встречу, скорее всего, будем играть в Нижнем Новгороде. Сильная команда, шансы у нас высокие, конечно, спорт есть спорт. Чемпионат России по настольному теннису продлится до 28 февраля. Уже 1 марта станут известны имена победителей. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Алина Чемпионат России по настольному теннису продлится до 28 февраля.